Многие говорят, что кишечник – это второй мозг. Да. Вы знаете, что люди с нарушениями в работе кишечника больше подвержены плохому настроению, тревожности и пищевым зависимостям. Кишечник через свою нейронную сеть непосредственно влияет на принятие нами решений, особенно это касается общего психического состояния и выбора еды. Нейроны – клетки нервной системы – производят большой набор веществ, так называемых нейромедиаторов, которые передают информацию между нервами посредством импульсов. К таким веществам относятся серотонин и дофамин. Нейротрансмиттеры, выработка которых отражается в появлении у нас чувства удовольствия и радости. По некоторым данным, именно в кишечнике синтезируется 50% дофамина – гормона удовольствия и 95% серотонина – гормона радости. Активным участником кишечно-мозгового общения является именно кишечная микрофлора, или иначе говоря, микробиом кишечника. Кишечная микрофлора – огромнейшая популяция бактерий, важна не только для здорового обмена веществ, но и для правильного стабильного функционирования головного мозга, так как она влияет на качество связи кишечник-мозг и вызывает нейрохимические изменения в центральной нервной системе. То есть, существует прямая зависимость. Какой вид бактерий микроорганизма преобладает в нашем кишечнике, такие реакции в головном мозге он и вызывает. Здоровый баланс микрофлоры заключается в преобладании хороших бактерий над условно-патогенными и патогенными. Хорошие – это 96% бифидо- и лактобактерий. Здоровая микрофлора создает позитивные мысли. Преобладание патогенных бактерий приводит к дисбактериозу. Ему способствует употребление мяса, молочного жира, сахара, алкоголя, сильно обработанной промышленной пищей, содержащей большое количество красителей, консерватов, ГМО-продуктов и различные улучшители, добавки, которые влияют на наш вкус. Микробиум, его состав и количество поддерживает биохимическую среду в различных отделах желудочно-кишечного тракта и способствует выработке целого ряда гормонов и нейромедиаторов, в том числе и тех, которые мы рассматривали выше. Если у человека преобладает патогенная микрофлора, его будет тянуть на сладкое, хлебобулочные изделия, кондитерские, иногда на кислое и солёное. Для устранения этой ситуации необходимо улучшить состав микрофлоры. То есть необходимо, чтобы меньше было условно-патогенной и патогенной и заполнить кишечник здоровой микрофлорой. Что для этого нужно? Ну, самое простейшее – это употребление фруктов, овощей, клетчатки, продуктов богатых клетчаткой. А также есть незаменимые помощники – эфлорины. Эфлорины есть пробиотики, а есть новое поколение метабиотик, которые вообще не вступают в конфликт с нашей родной микрофлорой и способствуют быстрому росту нашей здоровой микрофлоры и, соответственно, улучшению нашего настроения. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких, помогайте своему кишечнику, и он поможет вам улучшить настроение. Будьте здоровы!